Всем здарова, а также привет! Это внеочередной выпуск новостей о прогрессировании шизы главного разработчика эры Path of Exile. И сегодня у нас мистические алтари. Наконец-то у меня дошли руки это написать, а то у меня опять света не было 10 тысяч лет. Держу вас в курсе. Итак, что же тут у нас происходит? Происходит во-первых то, что нас считают вообще за тупых и по 10 раз пишут одно и то же. То есть тут например написали то, что из мейвен будут выпадать камни, ой, из боссов будут выпадать камни Awakened, так же как из мейвен. И потом нам напишут об этом еще два раза. Вдруг мы сразу не поняли. В общем, во-первых, алтари больше не предлагают некоторые типы наград. То есть всякий мусор из алтарей, алтари это те, которые под влиянием экзарха элитера появляются на картах. Тут полностью убрали некоторые бесполезные награды по типу гемов, предметов с влиянием, уников и мапок. Которые обычно ты никогда не пикал в мид стадии лиги уже никогда. Да и в принципе там спустя буквально неделю уже было насрать на это все. Да и в начале ты не особо хотел это брать. Максимум карты, чтобы легче чуть-чуть состояние было и то там срали тебе лоутер картами. Поэтому тоже сомнительная крайняя штука. Дальше. Когда обычная валюта у вас выпадает, больше не будет такой фигни, то что вам будут дропаться по 3 условных армор скрапа. Теперь у вас будет на алтаре написано, какой валюты вы получите 3 штуки. Как тут, например, из босса выпадет 3 штуки вал. В принципе это приятное изменение. Почему бы и нет. Дальше. Алтари больше не предлагают некоторые базовые награды наподобие сферы усиления. То есть это опять же приятно. Всякая штука, которая стоит 1 десятую, 1 двадцатую хаос арба, она прокать не будет, что приятно. То есть как минимум вам там будут 3 валки, 3 алхимки, 3 хаоса. И все получше. Дальше написано, что вот эти вот изменения. Блядь, сука. Я уронил микрофон. Случайно. Когда перемещал руку. И нет, я не буду из-за этого перезаписывать видео. Мне впадло. Вот. Так что извините за скример. Надо будет в комментах под видосом написать. Вот. Говорят, что вот это вот все примерно в 2 раза увеличит частоту появления тех же Дивайн Арбов. С, собственно, алтарей. Дальше. Скоробей. Гадальные карты разделены на отдельные награды. Например, вместо годальных карт вы увидите какие-то годальные карты, которые обмениваются на уникальную бишутерию. То есть вы можете подумать, что это Доктор. Нет, это Кринж Индэ Бокс. Такая карточка есть. Вот. Данные награды будут разделены так, чтобы относиться эксклюзивно к алтарям. То есть оно будет плюс-минус детерминированное. И, допустим, с Итера будут падать годальные карты какие-то конкретные. А с Экзарха валюта. Ну, я не знаю, как это будет. Просто пример. Дальше. Дальше. Скоробеи теперь гораздо реже попадаются на алтарях. Но при этом, при этом, Скоробеи добавили в Global Drop. То есть Скоробей теперь может упасть абсолютно так же, как Алхимка. Или там приводили пример с Рогмаркерами. И Скоробеи будут падать чуть-чуть реже Рогмаркеров. Что очень сильно повлияет на экономику. Особенно учитывая вот это вот изменение. То, что их теперь можно апгрейдить, как, допустим, раньше Секстанты. Я не знаю, можно ли сейчас. Сейчас, по-моему, тоже можно так Секстанты апгрейдить. То есть вы вендорите 3 Раста от Скоробея, получаете 1 Полишд. Вы вендорите 3 Полиша от Скоробея, получаете 1 Гилда. Соответственно, Раста от Скоробея никогда не будет стоить дешевле, чем 1 Девятая от Гилда. Что, опять же, увеличивает количество Гилда Скоробеев и влияет на экономику. Тут у меня есть небольшая схема экономическая, которую я на стриме сегодня успешно составил. Соответственно, это у нас Скоробей. Скоробей. И если цена на Скоробея идет вниз, а что должно произойти, поскольку, во-первых, они будут падать гораздо чаще просто отовсюду. Плюс они будут еще и обмениваться. Соответственно, Гилда Скороба, скорее всего, еще упадут в цене. Это повлечет за собой некоторые вещи. А именно, Фарм Делириум Мирора станет дешевле. МФ станет дешевле. Логбуки станут дешевле, потому что Скоробеи и Экспедиции начнут падать, соответственно, чаще. Блайтмапы станут дешевле. И бесты, с которыми формятся эти Скоробея, будут тоже дешевле. Соответственно, тем, что Скорабы станут дешевле и Делириум Мирора станут дешевле, опустится, скорее всего, в цене Симулякор. Потому что, опять же, дешевле фармить Делириум Мирора равно дешевле Симуль. А также дешевле Скорабы, дешевле Симуль, потому что Скорабы все еще один из главных профитов Симулякора был. Соответственно, уменьшение цены на МФ, уменьшение цены на Делириум Мирор и уменьшение цены на Блайт и Логбуки повлечет с тем, что валюту будет с этих способов формить, опять же, дешевле, чем раньше. МФ и Делириум Мирора на Уники повлияют. И в итоге это все в сумме может привести к небольшому, незначительному обвалу экономики и, как следствие, отправлению в Доту. Вот. Держу вас в курсе. Количество групп смосов с влиянием, появляющих из алтарей, уменьшено на 33%. То есть, у вас теперь пачка из алтаря будет меньше на треть. Но при этом алтарей будет в полтора раза больше, что, собственно, нивелирует уменьшение количества мобов, что приятно. Мы меняем алтари так, и тут рассказывают, что алтари меняются таким образом, чтобы, во-первых, можно было не бежать до босса, чтобы исключить награды из босса, а награды, собственно, из босса были не такими хуёвыми. Плюс тут говорится то, что изменили в Рассу в Зе Космос. Если раньше там было в полтора раза меньше дэмэдж тейкена, ой, в полтора раза больше дэмэдж тейкена, но при этом шанс задаблить выпадающую валюту Экзарха Итера, теперь там будет просто 50% шанс на дополнительные верхние свойства, ну, то есть положительные, и в два раза сильнее нижние свойства. Они говорят, теперь вас будут не так ебать, но и зато будет меньше лута. Вот до этого было очень много лута. В общем, тут они рассказывают, у них идёт шиза по поводу того, что люди почему-то бегали сразу к боссу, решалось из-за этого не так весело играть, рассказывают о том, что алтарей были слишком много лута, мы их сбалансировали, много очень лута с алтарей было. Представляете, вы бегаете по карте, просто, ну, по дефолту не по супер намазанной, а по обычной карте, встречаете алтарь, на нём три валюты, вы бежите дальше, вам выпадает три армон скрапа, после этого вы прокаете, вау, три годальные карты, или пять годальных карт с босса, вау, вы открываете этот алтарь, бежите, убиваете босса, с босса ничего не падает, потому что все эти пять годальных карт даже не показываются у вас в лут-фильтре, в общем, лута было во, было очень весело, а те же Скараба, они прокали не так часто, и, собственно, из-за того, что их было много, их цена всё равно упала, упала, так что не сказал бы, что бегать просто алтари было ультрапрофитно, но да ладно. Соответственно, добавили в дроп из обычных боссов карт под влиянием мейвен все гемы мейвен, что 100% повлияет на их цену, потому что саму мейвен бегают там, дай бог, полпроцента игроков, а вот обычные мапки под мейвен, когда вы вышли на Атлас, закрывают буквально все. Соответственно, кому-то там будет падать что-то полезное, все будут кричать, вау, hello, gamer for life, it's multi-strike from hillock, oh my god, I'm so wahoo, и так далее, и тому подобное. Что может повлечь за собой мульти-страйк там по 5 дивайнов, и ни одного дефолтного этого эвакингема дороже дивайна, или там хотя бы 150 хаосов, что не очень приятно. Тут говорится о том, что босс раш, ну, точнее, то, что игроки бежали до босса, чтобы удалить с алтарей все эти награды, которые относятся к боссу, потому что они были говном, они типа это забалансили, апнули награды с боссов, понерфили обычные, в общем, ничего особо интересного. Группы монстров-алтарей тут я уже говорил все до этого, в Rise of the Cosmos я до этого говорил. Итог. Награды алтарей теперь несколько более адекватные, путем более прозрачных типов наград и снижения экстремальных уровней щедрости. Экстремальный уровень щедрости. Напоминаю, 5 годальных карт, ни одну не показала в лут-фильтре. Мы предприняли шаги к тому, чтобы игроки не чувствовали необходимости бежать напрямик к боссам карт для извлечения максимума прибыли. Мы также обновили ключевое умение ярость космоса, сделать его слегка менее жестоким и слегка менее выгодным. Спасибо. У него же было так много лута. Намерение было не в том, чтобы вырезать эти системы, просто немного снизить их общую эффективность. Они по-прежнему должны остаться ценным источником наград. Да. А дальше будет обращение о проклятии. Держу в курсе. Мы ожидаем, что оно будет завершено примерно в конце этой недели. Мы также отмечали, что публикуем пятое обращение с некоторыми другими изменениями баланса. Написав первые четыре обращения и проверив, что еще остается рассмотреть, мы посчитали, что у нас не так много информации для этого обращения, поэтому что оставшиеся изменения лучше перечислить в списке изменений. Отсюда мы приняли решение, что похуй. Все правильно. И последнее у нас Факу. Во-первых, ослабите ли вы награды с кражей экспедиции? Нет. То есть кражу экспедиции у нее нерфят. Не то, чтобы это плохо, но просто это уже 495-я лига, где на старте лиги, да и в принципе в мид-лиге, скорее всего ничего особо не будут фармить, кроме экспедиции. Спасибо 10 тысяч лет раздрочки Рога от некоторых стримеров. Ебля в жопу с Туженом. Ну и Гвеном только понерфили еще до этого раньше. Поэтому в принципе продолжаем ебаться с Туженом и Рогом. Все по-старому. Особенно учитывая, что крафт понерфили в последней лиге, продолжаем ебениться с Рогом. Сможем ли мы увидеть свойства алтарей в интерфейсе свойств карты? Да. То есть это справа, где у вас и так полотно на 500 строчек, там теперь будут еще свойства алтарей, удачи там что-то найти. Алтари более читаемыми. Решили ничего с этим не делать и правильно, потому что вот даже когда мы бегали в пятером по ТМФ, у нас на экране происходил сущий ад, мы все равно спокойно читали эти изменения на алтарях вообще без проблем, без понятия, кто это, блядь, не видит. Тут вообще кто-то просматривал вариант паузы, если бы это было, и у меня кишка выпала. То есть когда ты встречаешь алтарь, у тебя на паузу игра ставится, что ты мог нажать. Часто будут выпадать пробужденные камни из Мэйвена. Тут плохо сформулировано, я так понимаю, пробужденные камни не из Мэйвена, а из дефолтных мобов, и тут говорят, что достаточно редко. Но опять же, если соотнести то, насколько много людей бегают с просто Мэйвен, и то, насколько много людей бегают с просто карты, мы можем выяснить то, что очень-очень сильно увеличится количество вайкингемов, потому что, опять же, места, где они по дефолту падают, дефолтные игроки не добираются до туда обычно даже. А вот карты бегают в разы больше людей, и даже те, кто фармят Мэйвена, они все равно часто бегают карты, и поэтому все равно, скорее всего, вайкингемы в Next League будут значительно дешевле. Ну и, в принципе, раньше появятся. Было до этого. Потому что до этого ты мог выбить вайкингемы откуда? С Uber Sirius, потому что с обычного они не падали, и с обычной Мэйвен. То есть то, что в начале обычно вообще не лутается. То есть вполне вероятно, что в первые дни лиги можно будет уже не так дорого купить, собственно, вайкингемы, потому что их насыпят дефолтным игрокам. Вот. Это вообще не имею смысла читать. И на этом все. Дальше уже, по идее, только анонс, который у нас будет через сколько? Сколько у нас будет анонс? Через неделю буквально. Собственно, жду вас на всех на стриме анонса, а также на моих стримах по разным играм, а именно Dota, ой, какой нахуй Counter-Strike, Call of Duty, Warzone, и иногда даже вот эта вот игра, которая у вас на мониторе очень часто. Также подписывайтесь на ТГ-канал в описании, это тоже очень важная фигня, потому что там будут оповещения о том, может у меня какие-то проблемы со светом будут, или еще что-то, потому что я даже не уверен, что я смогу нормально присутствовать на стриме анонса, или на старте лиги, я не знаю. Потому что у нас там опять что-то прилетело, и у меня сегодня почти целый день не было ни света, ни воды, ни хера. Держу вас в курсе. Спасибо всем за просмотр, всем удачи, до свидания.